доброе утро ребята приветствую вас на торговой сессии понедельника начинаем новую неделю ждали мы конечно же разрешение тотального греческого вопроса пока к сожалению мы еще не можем констатировать что все проблемы решены как такового соглашения нет есть правда новостные сводки о том что стороны уже как никогда близки к тому чтобы полностью преодолеть этот кризис ну а евро мы поговорим чуть позже я традиционно уделю этому достаточно много внимания поскольку все-таки действительно греция это по-прежнему ситуация номер один проблема номер один и один из самых серьезных фундаментальных факторов которые мы продолжаем проторговать на рынке финансовых активов что касается наших традиционных бонусов сегодня разумеется не исключение слушайте внимательно по ходу брифинга обозначил на кодовое слово и что касается величины сегодняшнего бонуса поскольку у нас по-прежнему неделя предстоит так же как и прошлое быть характеризована повышенной волатильностью я думаю что снова имеет место быть с моей стороны обозначение достаточно неплохого дополнительного бонуса плюс к тем акциям которые уже действуют в рамках нашей компании сегодня величина бонуса шесть половина процентов разумеется чтобы воспользоваться им достаточно обратиться к вашему персональному менеджеру и потребуйте его получения действует он на пополнение период действия до следующего окна брифинга также еще хотел бы анонсировать наш традиционный вебинар сегодня он состоится в 16 30 по московскому времени как и всегда поэтому жду вас всех подведем итоги прошлой недели посмотрим на тот новостной фон который нас ожидает и по итогам точнее на этой пяти дневки представлю вам ключевые ценовые ориентиры по основным активам которые мы используем наши каждодневные спекулятивные деятельности посмотрите оцените их и разумеется вместе с вашим собственным видением рынка получится уже такое объективное решение которого можно придерживаться теперь переходим к нашему брифингу давайте начнем сегодня как и всегда с наших традиционных первых вступительных активов это черное золото нефти разумеется российская валюта которая сейчас всецело ориентирована на поведение от нефти подведем легкие итоги пьяничной торговой сессии если вы посмотрите на то как вела себя нефть по итогам пятницы и в принципе несколько заключительных сессий прошлой недели это восстановление нефть снова подбиралась к уровню 60 на фоне стремительных и значительных потерь которые бренд понес по итогам практически последних трех недель или уже лучше можно говорить о последнего месяца а фундаментальный фон был соответствующий вследствие этого можно сказать что нет в принципе логично столкнулась коррекции и оказалась на тех уровнях которых она должна была быть и мы считали то что нефть окажется ниже 60 даже еще раньше но несмотря на то что скажем раньше идеи были преждевременные все равно мы добрались до нашей первой цели в 60 сейчас уже пошли ниже и это создало основание для обозначения новые уже инвестиционные идеи по бренду это еще больше коллекции в район 55 также отмечали в конце прошлой неделе что на фоне серьезных распродаж вполне возможно что нефть может продемонстрировать краткосрочно локальный импус восходящего движения но это всего лишь краткосрочная длинная инвестиционная идея мы все-таки заходим с позиции такого долгосрочного трейдинга и здесь 55 это тот ценовой ориентир которому мы сейчас стремимся есть несколько факторов которые мы смело можем добавить в нашу копилку аргументов в пользу того что нефть является одним из ключевых аутсайдеров на рынке финансовых активов последние данные по количеству буровых сша снова увеличилась 640 до 645 кроме того в пятницу международное энергетическое агентство сообщило о том что вынуждены пересмотреть прогнозы спроса на энергоэсусы на следующий год с 1 и 4 миллионов баррелей в сутки до 1 и 2 я считаю то что чем ближе будет подходить шестнадцатый год тем более актуальные будут свидетельства общей слабости мировой экономики тем большее давление будет оказано на этот показатель поэтому сейчас 1 и 2 спрос на 2016 год миллионы баррелей в сутки но я думаю что на фоне текущей актуальной ситуации актуальных рисков этот прогноз будет еще больше пересмотрен в негативную сторону поэтому в целом сейчас у нас есть два дополнительных фактора статистических позволяющих нам сделать еще больше ставку на коррекцию энергетического актива кроме того на этой неделе мы также ожидаем что в сша будут снова увеличены запасы если это произойдет то по сути мы будем иметь дело уже с настоящей тенденции состоящей из трех недель и еще больше увеличивается в связи с этим предложение присутствующие на рынке энергоресурсов но и опять же учитывая оценку от энергетического агентства спрос он по-прежнему оставляет желать лучшего поэтому красной чертой линии через за наш инвестиционный прогноз и нашу идею касающийся перспектив нефти здесь стоит обозначать по-прежнему разительный контраст между спросом и предложением а еще если по итогам этой недели мы увидим то что запасы нефти сша в кушинге снова растут значит можно будет уже смело говорить о том что в целом общая емкость приближается к своим номинальным показателям это создает еще большие проблемы для стабильности цен на энергоресурсы теперь что касается прошлой торговой сессии пятницы вы также я уверен если следили за поведением нефти не могли не заметить роста мы в начале брифинга я уже сказал то что имела место быть техническая коррекция есть и еще факторы которые тогда локально способствовали спросу на рисковые инструменты которым относятся и нефти мы следили в пятницу внимательно за греции ожидали пакета предложений со стороны греческого правительства буквально за несколько часов до истечения срока греция представила эти предложения поэтому рынок заговорил в пользу того что все-таки стороны проявить максимум ответственности смогут выйти на соглашение и еще в пятницу серьезно просел долларовый индекс практически на один процент и это локальная слабости доллара от которой уже практически ничего не осталось в пятницу оказал такую же локальную поддержку рисковым инструментом и той же самой нефти но сейчас у нас этих факторов уже по сути забываем о них и говорим про те фундаментальные предпосылки связаны с расхождением спроса и приложения и тех факторов о которых я рассказал по нефти и все это будет скажем создавать условия для такой по-прежнему интересной позиционной сделкой направлены на коррекцию бренда в район 55 если посмотрите на текущие актуальные котировки бренда то нефти сегодня с азиатской торговой сессии как будто бы осознавая общий фундаментальный фон о котором мы сейчас говорили коррекционный мы видим то что нефти столкнулась серьезными распродажами трейдеры потащили этот актив вниз и текущие актуальные котировки хотя наверное уже может быть и ниже 57 50 я не удивлюсь если уже до конца сегодняшней торговой сессии на европейской сессии на американской а нефти притопит еще ниже вплоть до уровня 57 и тогда до нашей долгосрочной цели которая уже в принципе может быть реализованное ближайшее время останется всего лишь два доллара считаю что 55 это как раз тот ценовой ориентир на который нужно пока смотреть рубль здесь все без изменений интересного новостного фона характерного для российского рынка пока что нет если нет значит в целом резюмируем на те проблемы которые характерны для российской экономики и смотрим за нефтью если уже идет такая активная распродажа бренда разумеется как только стартуют торги буквально уже через несколько минут нужно будет ожидать соответствующего давления на позиции российской валюты если посмотрим на закрытие прошлой торговой сессии это примерно в районах 56 50 50 разумеется на случай реакции на ослабление нефти рубль столкнется с еще одним витком распродаж девальвации и снова начнет сдавать позиции своим основным конкурентом доллару и евро поэтому наша цель по рублю напротив доллара смотрим в район 58 я думаю что с сохранением коррекционного импульса по нефти сможем добраться до этой отметки даже наверное до конца этой недели что касается европейского фона и разумеется нашего вездесущего вопроса последних нескольких недель это греться и возможность нахождения компромиссного решения выход на сделку стройка международных коридоров эти выходные были весьма интересны хотя в принципе уже заключительная часть пятичной торговой сессии создала множество таких инфоповодов стала причиной для многих участников рынка для того чтобы они с еще большим оптимизмом смотрели на возможность заключения сделки стройка коридоров на этих выходных поскольку а в пятницу еще раз повторюсь греция представила пакет реформа греция согласовала в парламенте точнее цифра согласовала в парламенте реформы которые сейчас собирается предложить и предложил тройки аккредиторов отмечали мы что прохождение этих реформ и одобрения в греческом парламенте это очень спорный вопрос потому что греческий греческое правительство по сути выступает против мер дополнительной фискальной нагрузки на население и мы отмечали что как раз одобрение может стать серьезным препятствием преграды для в итоге выхода на ту самую сделку на решение греческого долгового кризиса который сейчас ожидается уже с вероятностью который мы не видели давно но все-таки цифра смог убедить парламент они предоставили ему скажем право действовать мандат того чтобы эти реформы были предложены уже тройки аккредиторов и он уже а в целом взял на себя ответственность за полное их согласование и урегулирование этого вопроса поскольку все действительно сейчас выступают в рамках агрессии что компромисс все-таки нужно найти субботу состоялась встреча евро группы это скажем предвестник точнее события номер один перед а саммитом воскресном который прошел воскресенье но которым очень много вопросов потому что это какой-то разрозненный саммит мы видели неоднократная приостановку обращение за дополнительными консультациями вот уже понедельник и до сих пор нет фактически того решения которое мы ждали еще а по итогам вчерашней правда не торговой но новостной а сессии сейчас актуальный фонд связан с тем что если еврогруппа с жесткой критикой выступила в субботу на против тех амер которые представил соответственно цифреса после того как 10 блум выступил в субботу ставил в таком ключе его принципе поддержал глава министерства финансов германии шойбле также отметил то что те реформы те инициативы и приложения которые идут со стороны греции они являются не удовлетворительными и имеет место быть сейчас такое понятие как вообще кризис доверия к греческому правительству потому что они в принципе оказавшись такой ситуации могут сейчас пообещать все что угодно но не факт того что эти реформы согласно заложенной дорожной карты будут реализованы в рамках греческой экономики снова обратились к исторической практике и тут конечно же все было против греции потому что за последние несколько лет с 11 года греции уже трижды списывали долги текущие совокупные долговые обязательства практически 330 миллиардов евро для такого маленького государства это просто неподъемная сумма поэтому вместе с обсуждением программ доп финансирования со стороны международных институтов через программу экстренного кредитования через программу других источников долгосрочного финансирования разумеется сейчас речь идет еще и обсуждение списания приличной части долга если в одиннадцатом году международные кредиторы списали 50 процентов долга спустя еще год 20 процентов долга то сейчас греция снова настаивать на том что единственное что позволит им встать на колени точнее встать с колен это как раз возможности иметь дело с меньшей долговой нагрузкой и скажем на создать с этим все условия для того чтобы реализовывать те меры которые они сейчас предлагают и тройки кредиторов после этого собственно на состоялся а саммит где вернулись к обсуждению вопросов связанных с возможностью разблокирования обещанного транша для греции но опять же никаких прорывных решений не было меры как я уже отметил считались не совсем состоятельными от греции стали требовать больших инициатив и больше реформ это снова затянуло а переговорческий процесс потом саммит снова оказался на паузе на несколько часов после основа возобновился подготовили какой-то альтернативный план компромиссного решения представили его снова в еврогруппу и вот сейчас ждем оппозиции стран прочих стран еврозоны и ждем соответственно их одобрение того что не против ли они а такой а меры и а такого варианта урегулирования греческого кризиса но в прошлый раз они были против поэтому сейчас от оппозиции 10 бума зависит очень много и поскольку в целом вопрос еще не разрешен я считаю то что сегодняшняя торговая сессия будет весьма интересной и волатильной если посмотрим на открытие евро доллара на азиатских торгах то там был практически символичный гэп особенно по сравнению с тем что мы видели двумя неделями ранее и прошлый понедельник 50 с небольшим пунктов и на принципе по итогам торговой сессии евро уже практически все выкупило сейчас я продолжает двигаться исключительно вверх если посмотрим на актуальные котировки я думаю что это уже 1150 сейчас пожалуй евро будет на ключевым фактором реакции на те или иные дополнительные комментарии по греческому противостоянию стройка корректоров я думаю что по реакции евро сразу будет понятно оптимизм ли для рынка характере либо напротив негатив поэтому сегодня советую вам уделить европейской валюте еще больше внимания в общем продолжаем следить за грецией уже итоги сегодняшней торговой сессии и дополнительных новостных фонов связанных с как раз с этой греческой трагедией мы подведем уже в ходе следующего брифинга но пока все-таки коррекционный потенциал сохраняется потенциал который способен вернуть пару евро доллар ниже уровня 1 и 1 дальше идем доллар японская иена откройте графики посмотрите актуальные котировки наверное 122 65 уже ну в общем выше 122 50 если посмотрим на прошлую торговую сессию пятницы то сможем увидеть как а доллар а смог отбить у японского конкурента все те пункты и скажем утраченную стоимость которую понес а в последние дни в частности по итогам торговой сессии среды когда мы активно дисконтировали в защитные активы риски связаны с по сути коллапсом китайского фондового рынка и при остановке торгов на нью-йоркской бирже сейчас доллар уже выкупил все эти потери мы отмечали то что доллар сохраняет прекрасный потенциал для восходящего движения и вот по сути пятничная торговая сессия явно этому подтверждение потому что даже несмотря на ту коллекционную динамику которую мы наблюдали на внутри недели все равно пара юзди иена смогла завершить неделю на недельным локальным максимуме сейчас доллар по-прежнему сохраняет очень неплохой потенциал для роста что касается новостного фона в пятницу состоялось выступление председателя фрс жанет елин где она снова в оптимистичном ключе высказалась его американской экономики отметив что последняя макроэкономическая статистика в принципе ее полностью удовлетворяет разумеется есть еще явные препятствия статистически я думаю что понятно о чем идет речь это с о недостаточном росте заработных плата недостаточном росте инфляции но это скажем дело наживное нужно дать экономике еще несколько месяцев и она сможет продемонстрировать и очевидное восстановление и в данном секторе что на интересного в принципе было в конференции ели ну помимо того что американская экономика получила еще много комплиментов елин отметила что повышение процентной ставки состоится до конца 2015 года и на десерт скажем торговой сессии пятницы стало уже выступление розенгрэма это еще одного авторитетного представителя фрс который также повторил слова вильямса сказаны им несколько днями ранее касательно того что повышение процентной ставки должно стать реальностью для рынка уже возможно на этой осенью то есть в сентябре но или по крайней мере ближе уже к 2016 году разумеется речь идет о заседании декабря но осенью нас остается интересным событием прежде всего сентябрьское заседание потому что тогда же состоится еще и выступление снова такое полномасштабное елин и я уверен что тогда мы получим уж точно четкий намек если ставку не повысит когда же это может произойти в целом времени до повышения ужесточения нормализации денежно-кредитной политики остается все меньше и меньше я по-прежнему советую вам присоединяться к длинной идее по паре доллар японская ена тем более что когда пара поднимется выше 125 вы будете прекрасно понимать что у вас была возможность купить этот тандем валютных активов еще много месяцев назад когда мы начали анонсировать эту идею фактически с уровня 116 117 ен за против одного американского доллара сейчас потенциал этой идеи по-прежнему существенный мы ждем возвращения в район 125 но по мере приближения как раз вот этого судьбоносного события касающихся повышения процентной ставки я думаю что рост будет еще более объемящим для доллара продолжаем делать ставку на усиление позиции американцы и продолжаем покупать пару доллар японская ена это что касается позиционного взгляда еще хотел пару слов сказать про юс декад на прошлой неделе мы также уделили этим активом и американцу против канадца и канадцу против доллара очень много внимание поскольку сообщили что уже на этой неделе банк канады может еще раз снизить процентную ставку на текущий момент она составляет 0,75 процента но на фоне актуальных рисков о них мы также говорили связаны с потребительским спросом с темпами экономического восстановления с инвестициями слабостью национальной валюты по причине реакции на коррекцию нефти экономика нуждается в дополнительных стимулах мы также делали большую ставку на пятничные данные по состоянию канадского рынка труда отметив что именно от этой статистики будет фактически в прямом смысле зависеть возможные решения со стороны банка канады поскольку если по состоянию канадского рынка труда выйдут хорошие данные значит это хоть какой-то позитив для рынка и может быть решением еще можно повременить если данные выйдут а плохие то еще один пожалуйста аргумент в пользу того что банку канады нужно прибегать примитивным мерам действовать проявлять решительность и а снижать ставку то есть стимулировать экономику задействуя уже монетарные инструменты и вот пятница состоялась отчет вышел сейчас мы можем уже подвести итоги вместо скажем прошлый показатель число новых рабочих места в рамках канадской экономики было увеличено на 59 тысяч что касается прошлого месяца то число рабочих места точнее безработных количество безработных увеличилась и по сути на шесть с половиной тысяч разительный контраст если прошлый раз действительно очевидный прогресс сейчас напротив мы еще больше убеждаемся в том что проблемы для канадской экономики сейчас характерны как никогда что касается общей ставки по безработице это 6 и 8 процента несмотря на то что прогноз был 6 и 9 я не вижу не считаю это позитивом поскольку просто показатель совпал с прошлыми данными 6 и 8 процентов и это по-прежнему высокий высокий показатель это по-прежнему свидетельство слабости канадского рынка труда поэтому в целом я считаю что пятничные данные больше разочаровали несмотря на то что они оказались лучше прогнозных значений все равно это очевидные потери для канадского рынка труда и еще один фактор и признак слабости поэтому говоря про перспективы возможного снижения процентной ставки я считаю то что вероятности этого есть если ставка будет снижена то пара юсдк с текущих ценовых уровней я думаю что в районе 1.27 легко сможет забраться выше 1.28 и пойти вплоть до уровня 1.30 и считаю то что на фоне снижения цен на нефть от которых также зависит канадец сейчас вообще стоит практически бесповоротно делать ставку на возможность актуальности данной длинной идеи касающейся покупки американской валюты против канадского конкурента что касается сегодняшнего кодового слова то это еврогруппа напомню что на бонуса сегодняшнего дня 6,5 процентов это плюс к тем акциям которые уже действуют в рамках нашей компании ясно вопрос есть я считаю то что потенциал имеется кстати подскажите мне пожалуйста актуальные котировки нзд юсд связан этот потенциал с тем что возможно если мы обратимся к последним еще разочек 067 если мы обратимся к последним прогнозам по росту новозеландской экономики если посмотрим на возможные решительные действия со стороны монетарных властей и я напоминаю что несколько недель назад мы активно обсуждали перспективы этой валютной пары и отметив что вполне возможно резервный банк новой зеландии может неоднократно снизить процентную ставку до конца этого года действительно экономический стимула сейчас необходимо тем более что мы видим что как австралийц так и новозеландец активно дисконтируют сейчас собственной стоимости слабость китайской экономики которая не вызывает сомнений учитывая их торгово-партнерское взаимодействие я считаю то что те риски которые сейчас характерны для австралии они также характерны для новой зеландии и наоборот поэтому экономика действительно нуждается в поддержке со стороны монетарных властей и хотя на самом деле сейчас такая практика такая действительность характерна для всех развитых рынков и если это так и я думаю что мы увидим череду решительности со стороны монетарных властей в плане коррекции ставок возможно на этой неделе в этом ключе отметится уже банк канада то что резервный банк новой зеландии снова понизить процентную ставку в этом сомневаться не стоит это только вопрос времени но я думаю что до следующего решения не пройдет наверное и трех месяцев поэтому сейчас новозеландец на фоне актуальных еще рисков характерных для мировой экономики и разумеется рисков характерных для прежде всего новой зеландии это опять же с прежде всего с очень слабыми показателями по инвестиции а снижением цен на сырье на молочную продукцию который является главным экспортным товаром считаю то что nz usd сохраняет потенциал потерь против американского доллара еще пунктов 200 250 но потом мы вернемся и к этой идее тогда если вопросов больше нет спасибо большое за внимание ждем дополнительных комментариев и вопросов на нашем официальном канале оставляйте их под видео окном всего доброго до свидания